Обыкновенное чудо. Дети становятся взрослыми. Путь длиной в 11 лет пройден. Сегодня их праздник. Красивые нарядные с алыми лентами на груди они прощаются с детством, ностальгируют и вспоминают прошлое. Такая аналогия с первым классом. В первом классе я пришла с бантами и в 11 классе с бантами. Вот так очень интересно получилось. Первое действительно интересное знакомство с учителями. Это очень образованные у нас люди, с которыми можно не только проходить школьные программы, но и общаться. Первый жизненный опыт. Как известно, не бывает ни хорошего, ни плохого. А первая любовь? Разумеется. Губернатор Николай Меркушкин хоть и от души поздравлял выпускников с праздником, но и о предстоящем ЕГЭ рекомендовал не забывать. Все-таки от результатов госэкзамена во многом будет зависеть дальнейшее образование ребят. В качестве перспективы губернатор предложил будущим студентам активно заниматься наукой, чтобы иметь возможность повышать квалификацию в Гагарин-центре, который примет первых ученых через несколько лет. Это будет первый практически в стране новый студенческий кампус, новый, абсолютно с современными условиями, аудиториями, корпусами и так далее. По самой последней технологии, которая, условно, знает мир, как сделать так, чтобы он был наиболее удобным для обучения студентов и был привлекательным не только до Самарска, но и до всей страны. Символично для выпускников последний раз в звонок прозвенели первоклассники. Те, кому еще только предстоит этот сложный, тернистый, но интересный путь к знаниям. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. В Самарской гимназии номер один Кировского района последний звонок прозвенел для 87 выпускников. Мальчишки и девчонки признаются, 11 лет пролетели, как один день. Как будто вчера я вот стоял первоклассником, а уже сейчас я выпускаюсь, и это, конечно, не передать словами. Это определенный этап твоей жизни, который оставил незабываемый след. И печально то, что так все быстро пролетело, хотя 11 лет – это очень много. Появились новые друзья, близкие люди, учителя наши, они стали нам родные. На торжественной линейке учителя и бывшие ученики обменялись теплыми словами. В добрый путь ребятам пожелали и первоклассники. Кроме того, несколько десятков выпускников были награждены за успехи в учебе и победы в областных и всероссийских олимпиадах по точным наукам и не только. С окончанием школы ребят поздравили глава района Игорь Рудаков и первый зам главы Самары Владимир Василенко. В этих стенах это сформировалось личности. Мы сегодня видели личности, которые призеры, которые участвовали в олимпиадах. И они сегодня замотивированы, они нацелены на дальше дерзать, становиться инженерами, общество ведами, становиться гуманитариями. Но двигать. И это, вот видели глаза, это патриоты своей страны. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Выпускных 81-й школе не было давно. В здании шел ремонт. Это первый и последний звонок, начиная с 2011 года. 81-я одна из старейших в городе начала работу в 1939-м. Этому зданию 80. Пять лет назад учебное заведение закрыли. Из-за аварийного состояния здания дети перешли учиться в другие школы. В прошлом году, как только завершился капитальный ремонт, все они вернулись в родные стены, чтобы услышать свой последний звонок именно здесь. Мы прошли все этапы. Мы учились и в колледже, и в другой школе. Но очень радостно, что мы все-таки вернулись в 11-м классе и выпускаемся именно из стен нашей школы. Мы пришли в эту школу, мы были в этом дворе, в первом классе. И заканчивать в этом же дворе, в этих стенах, это для нас очень важный момент. В этом году 11-й класс в 81-й школе заканчивают 18 учеников. Впереди у ребят ответственные экзамены и выбор профессии. Они вступают во взрослую жизнь. Поздравить учеников 81-й школы пришел заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов. Я хочу пожелать вам, чтобы когда вы вступаете во взрослую жизнь, прощаясь со школой, вы не растеряли тот багаж, те наставления, те частички сердец ваших учителей, которые вам передавались для того, чтобы в дальнейшем вам сопутствовала удача по жизни. Последний звонок прозвучал для выпускников 160 школ города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Все выпускники города в одном месте. На четвертой очереди набережной у Лади общегородской праздник для всех, кто сегодня услышал последний звонок. Ребята радостно представляют свою школу со сцены. За 11 лет, проведенные в их стенах, они могут рассказать многое. Кто-то рад, что уроки позади, а кто-то испытывает легкую грусть. С одной стороны радостно, что на новый рубеж жизни мы вышли, а с другой стороны грустно прощаться с родными стенами и с учителями, которые тоже свой вклад внесли в воспитание наше. Не страшно, скорее какое-то есть предчувствие, немного боязливое. А так очень интересно, что ждет в будущем. Безусловно, потому что это для меня новая стадия, я совсем не знаю, что меня там ждет. Поздравляют выпускников и первые лица города. Они дают напутствие вчерашним школьникам. Очень важно, чтобы вы не ошиблись с выбором будущей профессии. В Самаре огромное количество высших учебных заведений, старейших учебных заведений, которые могут дать вам прекрасное, проверенное временем образование. Я думаю, что вы не упустите возможности воспользоваться этим шансом. Сегодня жизнь каждого человека, его судьба зависит от вас, от вас самих. Мне очень хочется, чтобы вы все, выпускники, родители, учителя, всегда занимались одним, получали знания. Потому что знания – это путь к успеху. Путь к успеху в каждой профессии. Последний звонок дан, и выпускники пускаются в пляс. Сегодня у них по плану танцы до самого рассвета. Несмотря на то, что школьный звонок прозвонил в последний раз, на самом деле все только начинается. И несмотря на то, что сегодня выпускники танцуют, расслабляться еще рано. Уже послезавтра стартует первый единый государственный экзамен. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.